ПОЖИРАТЕЛИ ГРЕХОВ Автор Влад Снегов читает Кукушкин Владимир Человек грешен и слаб, и чтобы слабость его шла другим на пользу, как то, чтобы боялся властей, особо не разбойничал, не сквернословил при дамах, его надо убедить в грешности. Когда же обвинение в грешности успешно выполнено, следом вступает его величество страх. Если в античное время люди боялись смерти как непознанную разумом иную сущность, то в средние века люди умом были попроще. Смерть стали бояться по вполне тривиальным причинам от того, что попадешь в ад и там черти станут жарить на огне. Согласитесь, и так жизнь нерадостная. Кругом чума, бедность, войны, так еще и после смерти никакого утешения. Да, священник рассказывает, что праведной жизнью, живя, можно себе проложить дорогу в рай. Ну как тут прожить праведную жизнь, когда все вокруг пропитано злом, и ты поневоле... Вот уже и манихейские мысли лезут, что есть ересь. Как видно, праведникам так и трудно прожить, а значит, добро пожаловать в ад. Но поищите дурных на воскресной ярмарке, господа. Не то существо человек, которое вот так просто покорится неизбежному фатуму мучений. Где нельзя пройти прямо, там можно обойти или прорыть туннель. Ради этого и были придуманы индульгенции. Конечно, они стоили денег. Естественно, церковь знатно обогатилась. Тем не менее, надежда была гарантирована каждому. А коли ты такой немощ, что не можешь заработать пару талеров на индульгенцию, то может и вправду место тебе в аду? В общем, отбоя от желающих себя избавить всем или иным способом от гиены огненной, разумеется, не было. Когда святой Патрик принес единственно верное учение Иисуса нашего Христа, ирландцы, как и все слабые плотью люди, тоже стали неимоверно бояться загробных мук ада. Умереть не то что грешникам, а даже без покаяния, уже считалось жутко страшным грехом, за который черти тебя станут жарить в смоле кипящей, раскаленными клещами вырывать зубы, и бог ведает, что еще они могли бы сделать. Но существует одна проблема, замеченная еще Михаилом Булгаковым, о том, что человек смертен, да к тому же внезапно. Что прикажете делать ирландцу, когда его неожиданно зарубили норманны во время очередного своего грабительского рейда. Или ушел ирландец в море наловить рыбки для голодных своих деток, а тут внезапно буря, шторм, и лодка хлипкая пошла ко дну. А то и совсем смешная смерть. Погулял вот в день Святого Патрика, уснул в сарае и был съеден свиньями. Множество подобных случаев не оставляют шанса вовремя покаяться. А священник не айфон, его с собой в чехле не поносишь. Еще момент, когда на исповеди не все и расскажешь. Допустим, некий Патрик был разбойник. К слову, ничего предосудительного в этом-то и нет. Ирландцы и поныне делают карьеру либо в полиции, либо в криминале, что зачастую-то одно и то же. Так вот, Патрик разбойник. Это еще ничего. Покаялся перед падрой, мол, так и так, тогда я стольких убил, там того-то ограбил, а некую вдову обесчестил. Дело житейское. Вот только ирландское общество в лихие времена средних веков жило кланами и свято соблюдало принцип кровной мести. Священник тоже человек и не всегда может сохранить тайну исповеди. Потому-то свой клан надо оберегать от разгневанных мстителей клана соседнего. А неполное покаяние тоже влечет за собой принятие мук адских. Тогда-то и был найден оригинальный выход. Когда умирал тот или иной родственник обеспокоения и точно было известно о всех его прогрешениях при жизни, семья покойного испекала каравай грехов. Чем больше грехов водилось за покойным, тем больше был, соответственно, и каравай. По испечению онного дружная семейка садилась за стол и каждый съедал по кусочку, запивая хлебушек родниковой водой или крепким ромом. Смысл был в том, что каждый член семьи, съедая свой кусочек каравая, брал на себя часть грехов усопшего, тем самым хоть немного облегчая его участь на том свете, а то и полностью освобождая от мучений преисподней. Дело было уже ближе к XVI веку, когда один ирландец внезапно взбунтовался против древнего обычая и отказался принимать на себя часть грехов усопшего родственника. Покойник был далеко не агнцем божиим. Он был разбойник, хам и грубиян и погиб во времени удачного разбойничьего грабежа. Родич Бунтарий сам пошаливал с кистенем на большой дороге, потому для него принятие части еще и чужих грехов к дополнению своим было делом совсем уж невообразимым. С другой стороны, откажись ты съесть этот кусочек греховной булки, на тебя обидятся другие родственники клана, но бьют морду и выгонят его свояси. Ирландец, не будучи евреем ни разу, придумал поистине соломоново решение. Нашел одного нищего и за сравнительно небольшую плату уговорил того съесть кусочек каравая вместо себя. Бедность не порог, а намного хуже, и нищий, недолго торгуясь, принял на себя этот страшный обычай. Инноваторское решение быстро понравилось другим кланам, у которых также не было недостатка в сомнительных покойниках. Вскоре этого нищего пригласил соседний клан, где уже осмелевший, так сказать, христорадник потребовал вместо воды дать на запивку каравая добротное пиво. Ему дали и пиво, и вино, и еще горсть монет в придачу, но заставили съесть уже целый каравай за всех родственников сразу. Нищий даром что бедный, но оказался не дурак. Быстро просек в чем фишка и стал первым профессиональным пожирателем грехов, кочуя от города к городу, от деревня к деревне и предлагая свои услуги. Так, на человеческой глупости, страхе и суеверии он отлично прожил остаток своей уже вполне обеспеченной жизни. Закономерным образом стала складываться своя гильдия пожирателей грехов. Требования к кандидатам были просты – иметь конские желудки и отсутствие брезгливости. Ведь чем больше грехов было у покойника, тем обильнее было угощение. Со временем, кроме каравая, пожирателю грехов давали вареное мясо, картофель, пирожки, десерт, много литров вина, пива или кофе. Все это он должен был съесть, не отходя от кассы. Что-либо забирать с собой считалось кощунством. Потому главные производственные трудности заключались в том, чтобы не захмелеть раньше времени и, как правило, не уснуть. Еще одной важной особенностью являлось то, что пиршественным столом служил гроб с покойником. На крышку гроба выставляли сиявства и напитки, и пожиратель до утра сидел, пировал. После того, как все было съедено и выпито, он открывал гроб, брал из рук покойного кошелек с деньгами и уходил дальше искать мертвецов. Побочными минусами этой профессии была общественная обструкция таких деятелей. Весь каждый понимал, что профессия-то не бей лежачего. Ешь да пей, да еще и деньги получай. А то, что грехов на себя набрал, так это, извините, еще ж доказать надо, а есть ли ад вообще. Впрочем, на счастье пожирателей грехов подобный скептицизм мигом уходил, когда кто-то из родственников умирал и их приглашали соблюсти традиции. Поэтому без работы пожиратели никогда не сидели. А то, что им кто-то там не подаст руки, то это и плевать. Последний пожиратель грехов Ричард Монслоу умер в начале 20 века в 1906 году. Но совсем пожиратели грехов не исчезли, поначалу прочно обосновавшись в новом мире, то есть в Соединенных Штатах Америки. В начале и середине 19 века ирландцы, спасаясь от страшной лондонской империи, массово убегали за океан в поисках лучшей жизни. А за океаном их уже поджидали евреи и итальянцы, с которыми и приходилось вести уличные войны за право жить под солнцем, как в том фильме Мартина Скорцеза «Банды Нью-Йорка». Гибли в таких криминальных разборках часто, поэтому нередко пожиратели смерти вовсе не могли удовлетворить спрос. Со временем накал криминальных разборок стал утихать, а то и вовсе сходить на нет. К тому же массовая система светского образования стала вносить свои коррективы. Люди перестали верить в Бога и бояться ада. Бизнес пожирателей стал терпеть убытки. Но даже и сейчас в Америке пожиратели грехов существуют. Преимущественно это старики или инвалиды, работающие за символическую плату. А вот женщин к этой ответственной профессии не допускали никогда. Вы прослушали очередной подкаст сообщества Катехизис-Катарсиса. Будем признательны вам за обратную связь в комментариях, а также напоминаем, что подкасты существуют исключительно на ваши добровольные пожертвования. Спасибо! Услышимся! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...